вот именно это и переведет вас на новый уровень потому что обычно это выглядит так женщина женщина допустим читает мантры от онкологии или женщина читает допустим какие-нибудь коды для лечения сустава после этого после этого у нее появляется скандал он может быть откуда угодно это могут быть соседи они начинают там стучать это могут быть собака там она начинает гавкать это какой-то раздражитель этот раздражитель есть ваша проверка если вы эту проверку пройдете и примите ее то тогда вы избавитесь от этого заболевания если вы такую проверку не пройдете то не избавитесь семья двигается на пути к материальному благополучию и каждый стремится и каждый хочет чтобы это происходило женщина мечтает мужчина старается но между ними скандал вот когда происходит скандал то это вас проверяют на вашу вшивость почему потому что дашь вам деньги дашь вам материальное благополучие совместное вы разбежитесь тогда ради чего давать а проверка это является самая конфликтная ситуация то есть появился конфликт и как нужно в этом конфликте пройти вот одна женщина пишет с мамой там мама ругается как реагировать на конфликт смотрите мама вам звонит она вас ненавидит ругается там постоянно у нее плохое настроение если вы примете эту маму то в вашей жизни скажите мама я тебя тоже люблю да мама я тебя полностью поддерживаю да мама будет так как ты захочешь это и есть проверка но не мамина это проверка ваша если вы соглашаетесь то тогда вам жизни лучше будет а если бы мама согласилась с вашими словами то есть жизни было бы лучше я хочу вас научить запомните мои слова которые я сегодня скажу когда у вас происходит конфликт когда этот конфликт особенно происходит в семье не говорю за конфликты которые разделены вашей семьей то есть уличные там рабочие так далее мы это не рассматриваем это не тема сегодняшнего разговора они индивидуально ваши внутри семьи то данные конфликты они обычно связаны с какими-то элементами ваших мечтаний которые должны исполниться с вашими чаяниями с вашими желаниями вашими молитвами и вашими просьбами у вас мечтает дочка выйти замуж это все накапливается в ауре вашей семьи после этого когда накапливается в ауре то кто-то должен за это ответить кого-то должны проверить поэтому в случае если вы выскалитесь на свою дочь и она это все проглотит скажет спасибо мама то тогда выйдет замуж если ваш муж допустим с вами начнет ругаться и вы примете сказать да там сашенька коленька петенька так и есть хорошо спасибо спасибо дорогой да так и будет как ты скажешь я до любимый как скажешь любимый то что-то произойдет хорошее я вам ручаюсь это сто процентов происходит но человек говорит нет так не будет глупости делаете глупости почему потому что если вы согласитесь тираном если вы к тирану начнете лучше относиться если вы тирану что-либо будете давать делать то тогда он изменится потому что с одной стороны тирана с другой жертва а если тиран хочет жертву а жертва борется с тираном оскаливается а если тиран говорит там ты какашка вы говорите да любимый как скажешь но я изменю все ради нашей любви то потом он же перестанет это делать хотите в это верьте хотите нет это переведет вас на новый уровень когда на вас кричат близкие когда близкие огорчают вас когда оскорбляют вас это часто бывает вы когда-нибудь задавали себе вопрос чего же они на самом деле хотят от вас почему они это делают я хочу вам объяснить когда-то был когда-то я приехал к своей маме моя мама ей вот на следующий год исполнится 85 лет это было где-то лет наверно 15 может быть даже 17 лет на до где-то 15 лет назад я уже состоялся в общем-то достаточно финансово и занимался своим индивидуальным бизнесом кстати я являюсь единственным эзотериком на планете земля который занимается еще индивидуальным бизнесом как бы зарабатывает деньги от индивидуального бизнеса знаете странные люди которые говорят там допустим много же есть эзотериков которые придумали невероятные самые сложные системы эзотерики при этом проводят семинары зарабатывает на этих семинарах но ни один из них не может по хвалиться наверное или показать свой бизнес а я могу я владелец завода который выпускает бады и фарм препараты на территории украины которые я продаю по всему миру ну и конечно же разве это не является доказательством того что моя эзотерика очень эффективно вот я ей занимаюсь и она эффективна когда я приехал к своей маме и я как сейчас помню это деревня в крымской области было уже осень прохладно так я заведомо сказал маме что я приеду она приготовила холодец и приготовила утку в духовке я очень люблю утку в духовке с яблоками такую сладкую она ждала меня самого утра я приехал к сожалению аж где-то в 7 или 8 часов вечера и вот мы сидим она такая маленькая у меня женщина очень доброе очень хороший человек и и очень люблю обожаю можно сказать и вот я ее держу за ручку сижу рядом с ней друг напротив друга никого нет в доме я и начинаю говорить что мама у меня очень хорошо все в жизни я состоялся и у меня есть заработок и я вот вам помогаю и не надо ни за что переживать и так далее она это все слушает и начинает достаёт платочек начинает горько плакать я жду когда она перестанет плакать и вновь продолжаю что вы и здоровье хорошо и отношения хорошие в общем-то жизнь у меня состоялась я рад и я хотел бы чтобы ты вместе со мной посмеялась и порадовалась этому она достает платочек и вновь начинает рыдать прямо на взрыв ну и я говорю мама неля ну что ты расстраивайся я успешный человек не надо расстраиваться нет ничего такого плохого я думал что она будет радоваться вместо этого она начала горько плакать я говорю мама не нужно плакать все хорошо в жизни у меня она отвечает ты не понимаешь это я так плачу отчасти дело в том что ее жизнь была очень тяжелая она выросла как сирота и ей было очень сложно были тяжелые годы которые не дали ей не реализоваться будучи человеком таким теплым оставшись с родным братом на руках без матери и без отца пережила такую очень тяжелую судьбу и очень тяжелый процесс жизни она о нем не рассказывает потому что видимо эти воспоминания создают у нее драматичность в ее жизни не было радость ее жизнь была бесконечное выживание тогда были времена тяжелые почти были на и когда стога огромные слились в окопы длинные не грела тело гречка и каждый считал почем она копеечка от директора и до обычных людей и копейки зарабатывали и были трудодни было тяжело и всем приходилось выживать и все прошли голод и послевоенные дети всем было сложно моя мама еще семьи репрессированных и так далее ну и счастья у нее в жизни точно не было дети рождались не было что во что пеленать и знаете моя мама родила семерых детей и тогда не было ни памперсов один отец работал у них семей не было никто им не помогал этих деток все растили сами детки шли один за другим и в общем-то жизнь была не из легких и ее радость она она не была научена радоваться то есть в ее жизни радость могли принести только дети в ее жизни могли радость принести только ну вот какие-то такие несложные наверно кратковременные минуты но и были огорчения наверно были огорчения и знаете их было наверно больше потому что чем больше детей тем больше огорчений и разочарование огорчение в общем-то судьба была у нее всегда связаны с огорчениями она привыкла и радоваться и огорчаться используя слезы и когда допустим когда допустим когда допустим я это понял то я начал понимать что нет она в этот момент не огорчаются в этот момент она радуется за меня ну и я это просто понял ну и вот вернусь я к тем людям которые ругаются вот подумайте сами чего хочет человек когда ругается унижает что он хочет я хочу вам открыть тайну человек который ругается на вас он хочет к себе любви он говорит ты мне надоело что нужно делать вы говорите да мой хороший он говорит ты толстая вы говорите да мой сладкие толстая я уже худею не переживай скоро все вместе похудеем не боритесь с этим почему он хочет любви я говорю это серьезно человек говорит ты какашка вы говорите я тебя тоже люблю конечно я какашка все в порядке но я изменюсь только ради тебя для тебя с тобой вот так не обижайтесь не ссорьтесь поверьте мне это уникальный потрясающий и очень эффективный способ тотально изменить свою жизнь в лучшую сторону и вывести все из тотальной мертвой точки в которой вы оказываетесь вы живете с тиранами старайтесь не бороться с этими тиранами а подчиниться принять это единственный способ который изменит ваших тиранов делайте как я вам говорю поэтому и у и и и и и и и Продолжение следует...